Натуральные числа у нас начинаются... Нас интересует подмножество, множество натуральных чисел. Давайте договоримся кодировать следующим способом. Пустое множество будем кодировать просто числом 0. Множество, состоящее, например, из чисел 1, 4, 5, будем кодировать следующим образом. 2 в 1 плюс 2 в 4 плюс 2 в 5. В данном случае это 2 плюс 16 плюс 32, то есть 10. Давайте посмотрим какое-нибудь другое натуральное число. Например, число 25. Как оно записывается по степеням двойки? Это 2 в четвертой степени, то есть 16. 2 в кубе, то есть 8. И 2 в нулевом. Значит, это множество, состоящее из нуля, тройки и четверки. И вообще, если у нас есть любое конечное подмножество, множество 0, 2 и так далее, то ему соответствует такая вот сумма. Сумма степеней двойки. И, ну, собственно говоря, это запись двоечной системы числений. Любое число натуральное расписывается по степеням двойки. Ну, соответственно, если 0, то просто пустое множество. И это, соответственно, взаимно однозначно. Для того, чтобы это действительно было кодирование, нам нужно понять следующее. Какой-то формулой мы должны записать, собственно, самое главное, то, что элемент принадлежит множеству. Мы должны научиться записывать пересечения и элементы. Ну, когда мы это сделаем, станет понятно, что все, что нам еще нужно в теории множеств, тоже легко записывается. Представьте себе, что у нас есть целое неотрицательное число а. И у нас есть множество. Подождите, множество имеет код. Вот давайте сумеем, как и формулой, записать вот эту штуку. Сможем ли мы? Какой-то альфметической формулы. То, что число входит в множество. При этом вместо множества нам дали вот такую вот сумму степеней и элементарную гимн. Ну, как это записать? Просто. Вот давайте, пусть этому можно соответствовать некоторое число m. Некоторое целое неотрицательное число m. Мне нужно записать через а и n вот это вот отношение принадлежности. Понимаете, как это записать? Надо как-то сказать, что, когда вы пишете n по степеням двойки, то там будет слагаемое 2 в степень а. Я напомню, что на лекции считалось, что возведение двойки в степень является разрешенной операцией. То есть для того, чтобы не мучиться, мы считаем, что можно писать 2 в степени а. То есть вот это разрешено. Такая запись разрешена. Ну, всякие там плюс, минус тоже разрешены. равно кванта, можно сказать. И что же писать? n равно остатку n по модулю 2 в степени а плюс 2 в степени а умноженное на некоторое число k. И k не делится на 2. И k не делится. Отлично. Давайте попытаемся писать. У нас существует остаток от деления на 2 в степени а, так? Остаток. И часток. Давайте это запишем. То есть остаток давайте обозначим буквы r. Частное давайте обозначим буквы q. Ну, теперь надо писать стандартную форму деления с остатком. Как это пишется? n равно r плюс 2 в степени а умножить на q. Так, это понятно. И вот дальше очень важно. q это не просто число. q нечетное. Да? И существует m такое, что... Существует t такое, что q равно 2t плюс 1. Так, q число нечетное. И еще очень важное. r меньше, чем 2 в степени а. r меньше, чем 2 в степени а. Это как записать? r плюс. Существует s такое, что r плюс s это 2 в степени а. Слушайте. Потому что нужно строго меньше. r плюс s плюс 1 это 2 в степени а. Слушайте, я помню, справлю. Смотрите, пожалуйста, еще раз. По-моему, не справлюсь. Разделили с остатком на 2 в степени а. Сказали, что частное должно быть нечетным. Ну, а остаток должен быть остатком. То есть он должен быть меньше, чем 2 в степени а. Интересно, кстати. Если случайно будет а равно 0. то на самом деле у нас здесь будет единица. Соответственно, r будет обязательно 0. и нужно будет фактически проверить, что уничтожено. Ну да, что уничтожено. Все понятно, все работает. Так, все, мы часть работы сделали. Теперь давайте представим себе, что у нас множество а записывается каким-то числом n, а множество б записывается каким-то числом k. Напишем условие принадлежности к пересечению. Элемент принадлежит к пересечению. Когда? Ну, если он принадлежит одному и второму. Отлично. Это значит, элемент принадлежит а и элемент принадлежит б. Отлично. Ну, вот это не то, что нам хотелось. Нам ведь важно не просто записать условие, что какой-то элемент принадлежит к пересечению, а нам нужно найти число, которое задает вот это пересечение. И здесь то же самое. Нужно найти число, которое задает это. Давайте сумеем это записать. Мы ищем число, которое в нашей аннотации задает число нега f. Пересечение двух множеств. На самом деле нам нужно написать электроформулу от трех переменных. От n, k и f. Которая будет истинной тогда и только тогда, когда неотрицательное целое число f кодирует пересечение множеств, которые закодированы числами n. Что значит число кодирует? Я умею писать вот это. Я умею это писать через а и f. Это нужно просто написать вот эту формулу, заменив букву n на букву f. Могу? Вот это условие через а и f я писать могу. Замечательно. А это я умею писать через что? А и n. Через а и n. А это я могу писать через что? А и к. Через а и к. Чем это за фрамлик? Никаких фрамлик не имеет. Другое дело, что эта формула достаточно длинная. Но что что длинная? Разве. Для любого а. Ведь у нас, чтобы это такое пересечение, такая насильность должна быть выполнена для всех. Я достатина целых чисел. Так вот, для любого а. Что должно выполняться? Вот надо сейчас просто одинаково переписать вот эту формулу, заменив n на f. Это я умею. Существует l, существует q. Такое, что n равняется r плюс 2 в степени a внушить на q. И f равняется, и существует t. Вот это я не мог на самом деле легко писать не q, а 2t. Можно я так напишу? Просто-напросто существует не q, а существует t. А здесь напишу 2t плюс 1, так как я помню. Вот 2t плюс 1, уже f2 сэкономил. Вот, и существует s, такое, что r плюс s плюс 1 равняется 2 в степени a. Так, здесь, наверное, стоит скобочки поставить, чтобы не забыли. И r здесь, и она скобка закрыта. Вот, так вот, это должно быть равносильно. Это должно быть равносильно. Смотрите, чему? Потому что выполнены два этих условия. Ну и сила. Эти условия какие? Существует r, существует t. r, такое, что n, это r плюс 2 в степени a, умножить на 2t плюс 1. И существует s, r плюс s плюс 1, это 2 в степени a. А, так, сейчас, и, и переписать то же самое, заменив n на m. Поняли? Так вот, давайте это делать. Итак, и, и поехали. Существует r, существует t, две скобки открылись. Что-то у меня как. Равняется r плюс 2 в степени a, умножить на 2t плюс 1. И существует s, r плюс s плюс 1, это 2 в степени a. И закрылась самая внешняя вот эта большая злобка. Я не скажу, что это, что называется, коротко, но мне кажется, что это абсолютно понятно. Вопрос, ага, есть ли объединение? Что изменится в этой формовой? И, или? Вот в этом месте, вместо знака «и» надо будет написать что? Знак «и». Знак «и». Знак «и».